Последнее общее правило. Ну, всем понятно, что мы с вами нарушители. У нормального, это Крапутина. То есть у нормального четверонокого позвоночного. Позвоночник располагается параллельно земле и перпендикулярно. Параллельно, а у нас с вами? Вот с этим связано огромное количество и проблем, и особенностей строения нашего человеческого тела. С выпрямленным, так называемым, положением тела. Выпрямлено-то оно выпрямленное. Ну, хорошо, это последнее наше занятие будет, вот тогда мы к человеку немножко повозимся. А кенгуру? Кенгуру не двуногая. Кенгуру это скачущий треножник. Выкатываете кенгуру, когда он не скачет, а стоит или перемещается, видно или не видно? Нет. У него столько точек опоры. Три, третий какая? Квост. Квост. Значит, двумя точками касается земли, она только при очень специфическом кембурином способе передвижения. Такой способ называется рикошет. Так? Одновременный удар двумя ногами. Попробуйте сами так попрыгать, и вы увидите, насколько при нашей анатомии это безумно неудобно. Прыгать одновременно толкает двумя ногами. Так что кенгуру это совершенно не наша конструкция. И как и любой млек, вообще-то исходный четвероногий зверь, такая попытка выпрямить тело имеет массу-массово всяких нехороших последствий. Не только у нас, у любого, у тушканчиков, у кенгуру, у любых. А есть группы позвоночных, которые исходно выпрямились, которые исходно перешли в двум новостям. Вот у них по-настоящему хорошая двум новость, в отличие от нас с вами. Ну-ка, подумайте. Ну, Родыч. Птицы. Птицы, абсолютно верно. А кто такие птицы с современной точки зрения? Да. Это один из вариантов динозавров. Да, это один из вариантов динозавров. Просто-напросто. В современной биологии совершенно очень принятая точка зрения, что динозавры составляли две группы. Птичьи динозавры и нептичьи динозавры. И на границе кайнозоя вымирают только нептичьи динозавры. А птичьи, наоборот, получают очень мощный стимул к возникновению разнообразия и эволюционируют изо всех сил. Так что, когда вы сюда шли, вы вполне себе видели динозавров по дороге, они бегали и чирикали, или какали, потому что кому как-то не зло. Как очень просто показать, что у птиц двумогость настоящая, а у нас с вами нет. Скажите, пожалуйста, в какой пузе отдыхает цапля или пламинго? Стоя на одной ноге. Теперь, когда придете домой, только сразу предупреждаю, без фанатизма, сделайте очень простую вещь. Поставьте на столик часы перед собой и попробуйте совсем неподвижно постоять на двух ногах. Не на одной, на двух. Но условие следующее, совсем неподвижно, не покачиваясь, не переминаясь с ноги на ногу, не поднимаясь с носка на пятку, совсем неподвижно. И посмотрите, сколько времени вы простояете, у кого какие идеи. Вы никакой работы не совершаете, вы просто стоите. У кого какие идеи, сколько простоять сможете? 5-7 минут. Кто не верит, попробуйте и расскажите, что вы при этом почувствовали. У нас отдохнуть, стоя неподвижно, при нашей конструкции нельзя, в отличие от птичьи. Так, у нас не сбалансировано, я думаю, что я не говорю, что отдохнуть стоя на одной ноге. Это все равно, что у них другая конструкция ноги, у них, разумеется, другая конструкция таза, другая конструкция позвоночника и другая конструкция плечевого пояса. Так, грубо говоря, у них весь скелет по-другому устроен и приводящий мускулатуру. Хотя, все косточки ровно те же самые, все косточки ровно те же самые, они меняют конфигурацию взаимодействия. И вот как это происходит, как раз с вами и будем разбирать.